29 числа, где-то было около 4 часов дня, я был на Майдане, и была демонстрация силы, то есть Беркут вдруг откуда-то взялся, очень организованно, вот так окружил Майдан, окружил так полностью, я не помню, это было минут 10-15, я был просто поражен, я подумал, что это демонстрация силы или это репетиция, ну я потом понял, что это репетиция, и я был уверен, что ночью будут пить, вернее не ночью, а утром, всегда такие вещи делают рано утром, но я не мог об этом, я не написал в фейсбуке, потому что тогда это выглядело бы как что-то провокативное, я пытался говорить с какими-то моими знакомыми, от которых что-то может быть могло и зависеть, там что-то делать, я говорил, мне все говорили, что Боря, Боря, Украина не армия, здесь не будет, побоев, здесь этого не будет, они же не сумасшедшие, не пойдут на такое, здесь этого не будет, вот, но судя по тому, как я видел, вот эта мощь, там появилась вдруг, очень быстро, откуда ни возьмись, свалились и вдруг так организованно стали, как римские легионы, вот так квадратами, как в фильмах бывает, вот так стали, окружили Майдан, а потом, даже незаметно, они также исчезли, то есть это такое мощное передвижение такой силы, силы. Митинг 29-го, где-то в 11 часов, в 11 с чем-то закончился, объявили, что все расходятся по домам, и что на Майдане остаются только те, та молодежь, которые ответственны за технику, там ставили палатки, палатки, техника, вещи, там, такой-такой. Ну, и вот много людей не расходилось, но уже ночью, уже к утру, где-то в 2 часа уже стали все уходить, вот фактически, когда началось, когда начали бить, там стояло, может, 200, а может быть, 300, вот так вот говорят, и где-то действительно. Мне казалось, что меньше, чем дрыжьте, мне так казалось. Ну, то есть, вот там молодежь, которая уставшая уже несколько ночей, там были уставшие, где-то кто-то в палатке, кто-то на этих барабетах, просто на одеалах спали, уставшие, ну вот, но когда окружил Меркут, вот это весь окружил, все встали, почувствовали, все неладно, и вот над лестницами, вот там все встали. И со стороны Меркута почувствовалось, что там агрессивность идет, что там что-то накапливается. Не верили, ребята, не верили, что будет удар, но я очень боялся. И очень боялся, потому что я видел, это мощная сила, потому что вообще-то там, если захотеть почистить Майдан, оттуда убрать вот эту молодежь, ну, там достаточно было 200 человек вот этих Меркутов. Ну, даже милиционеры, 200-300 милиционеров, просто совсем молодые ребята, девчонки, и, наверное, девочек даже больше, чем мальчиков. То есть, тут такую армию привезти, чтобы это разогнать, это, ну, непостижимо было. Ну, ровно в 4 часа, наверное, это началось. Я пытался там возле шпиля найти кого-то, кто тут ответственен, за что-то пытался с кем-то поговорить, сказать, что нужно звонить, сообщать там лидерам, вот, что тут будет побои, что надо что-то предпринимать, вот, но никто не верил, что будет побить людей. Ну, типа, они все свое делают, там стоят нас пугать, а мы не боимся. Вот молодежь, и буквально совпало, возникла вот так в Беркутовцах вот такая агрессия. Я почувствовал, что они сейчас пойдут на молодежь, и молодежь вот так взялась за руки, вот так, и стали гимнуть. Такую силу, силу покорвали, силу духа. Ну, и я был сзади, я услышал первые взрывы, вот первые шумовые бомбы. Я до этого не знал, что такое шумовые бомбы. Но это было страшно, первые грохоты уже нагнал какой-то страх, панику. А потом усилились взрывы, 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 и я начал, как бы, пытаться бежать, идти вперед, посмотреть, что происходит, и тут начался хаос, начался хаос. Буквально за считанные секунды Беркут уже был вокруг шпиля, уже били. Вот буквально за считанные секунды вот началась бойня. Били страшно. Было много, и там люди под ноги попадали, там, ну, сносили, все. И что-нибудь делать невозможно было. Типа постоять, запретить, или ударить, или защитить. Ну, невозможно было. Это, ну, как танки, как БТРы в черном, одетые, вот, закрытые. То есть это... Ничего невозможно было делать. И вот началась паника. Паника началась. Я не могу подробности вспомнить, вот, было ощущение вот такой бессилия, бессилия. Вот сейчас, когда говоришь, град бьет, да, град бьет, артиллерия бьет, и что может делать солдат? Вот эта вот какая-то сила тебя бьет, и ты ничего не можешь сделать. Ну, еще была сцена, когда я увидел тоже мальчика, лежащего без сознания, и он меня фактически спас. Я прибежал вот так, буквально лег на него, и стал его дергать, что вставай, у него там немножко кровь была, там, и что... Ну, у него глаза вот как бы так открытые, без... тоже без... без смысла, как будто, вот. Я начал его дергать, вставай, убьют, вставай, но чувствуешь, что поднимать я не могу. Я не чувствую себя. Как-то ужасное ощущение, все горело, все, что-то как будто внутри кипяток горит у меня, вот, все. Даже не боль, а страстно сжигающее, вот, такое какого-нибудь внутри. Вот, я не могу его поднять. И что интересно, что я вот пока я его пытался привести в чувство, мне со спины ударили. Опять. Ну, уже, не помню, что чипа почка, ну, вот, ударили, вот, раз, два, три, я повернулся, стал кричать, умолять, что, ну, не бейте же, убьешь, убиваешь, не бей же. Вот, я же, помню, что умру просто. Вот, и в этот момент хлопчик, видимо, очнулся, что он был бы, стал, хлопчик прыгнул буквально и стал бежать. И вот тот, который меня бил, хлопчик выбежал, он за ним пошел. Вот, побежал он за ним, я так стал карабкаться вот туда, куда-то в сторону, вот, это, в мере города, ну, по асфальту. Карабкаться, и, помнишь, я видел, вот там уже, вот на том конце, какие-то ребята валяются и их добивают. Вот, ну, и вот, в основном, вот, в сторону, вот, на стороне, вот, метро, вот, по этой стороне, по тротуару, там же широкий тротуар, вот, по дороге, вот, бежали, догоняли, били. И я вот по той стороне стал убегать, и, вот, впереди те, кто убегали, кто-то окровавленный, кто-то, нет, ну, какой-то шок, ужасный. За метро Крыщатик еще догоняли, били, вот, перестали за нами гнаться, уже, когда мы стояли возле Бессарабского рынка, перед Бессарабским рынком. Вот туда они не добрались, буквально метрах сто от Бессарабского рынка, вот, там они уже останавливались, те, которые впереди, вот, эти, рослые, вот, эти, такие, пантеры. Вот, и вот мы стояли там, ну, я так увидел, что некоторые уже убежали, исчезли, а какие-то маленькие группки, по 4 человек, по 5, вот так стояли, это молодежь, какие-то девушки в эстетике плакали, орали, у кого-то там рука в крови, у кого-то там лицо в крови, там какая-то девушка орала на своего парня, что ты трус, почему мы должны бежать, кто они такие, что-то такое с нами делать, и я еще стал ее, как бы, упрекать, что ты от парня хочешь, ты что, не видишь, что ничего невозможно делать, что он делает, у него там, че камера, че фотоаппарат был так полностью разбитый, вот, что-то так висело на руках, вот. Вот, ну, то есть истерика была, шок. И вот там, где Пинчук-центр, вот на углу, вот на углу, мы еще стояли, хотели понять, что там делать, да, попробовали звонить, ни у кого телефон не работал, связь была отключена, невозможно была. Ну, я начал чувствовать, что я могу потерять сознание, вот. Ну, и стал говорить, ребята, надо, надо уходить, если они догонят, просто добьют, так надо вот уходить. А я стал спрашивать, есть ли у кого-то телефон, кто-то, у кого-то работает телефон, вот, ну, нет, ну, говорят, что нет, у кого не работает. Что интересно, в это время я никак не могу это забыть, никак не могу это забыть. Когда пошла атака, когда пошла атака, вот, когда пошли шумовые бомбы, сжигы, все, и пошла атака, и молодежь стоит, кто пепси-кола, кто, вот, пластмассовыми бутылками, ничего другого в руках не было. Вот, пластмассовые бутылки, кто-то воду пьет, если в руках был бы хлеб, хлеб, то есть, все, что было в руках, да, сумка, хлеб, пирожки, бутылка пластмассовая, вода, вот это все бросали. Бросали в них? Ну, типа, если бы у меня что-то было в руках, я бы тоже бросил. То есть, реакция защитится чем-нибудь. Много месяцев пальцы, вот, пальцы не просто болели, как будто огнем сжигают мои пальцы. Это вот от того, что я по асфальту вот так пальцами вот карабкался, вот оно мне психологически, вот эта боль, как-то мне сжигают. Я пришел домой, он ничем не смог помочь, и вот так на курточках, на коленях ты убегал, тебя били, а ты убегал. Вот, вот это было для меня очень страшно, униженность. И вот это я выпил.